Привет, мои хорошие! Давно мы с вами не виделись, я уже успела очень соскучиться. Спешу поздравить вас с наступившим 2016 годом. И в этом видео я расскажу последние новости и, конечно же, отвечу на ваши вопросы. Потому что вопросов накопилось очень много. Я себе сделала список из вопросов и новостей. Так что, поехали! Первое, о чем я хочу вам рассказать, это, конечно же, оформление канала поменялось, появилась новая заставка. И это дает нам понять, что видео-уроки будут, канал я не бросила. Просто был такой период в моей жизни, когда слишком много навалилось, и я не могла снимать видео. Поэтому пришлось сделать месячный перерыв. Но, думаю, ничего страшного. Я вижу, что нас стало на канале больше. Уже цифра близится к 30 тысячам подписчиков. Для меня это просто мега-подарок был к Новому году. За что вам огромное спасибо, что вы со мной, что вы рисуете. За то, что вы делитесь своими работами, отмечаете меня и в ВКонтакте, и в Инстаграме, и в группе ВКонтакте выкладываете свои работы. Для меня это очень ценно и важно. И это мне всегда поднимает настроение. И когда у меня нет вдохновения, то я всегда пересматриваю ваши работы, восхищаюсь вашим талантом. И, конечно же, сама сажусь за творчество. Следующее, что я хочу вам рассказать, это, конечно же, про видео-уроки. В моей группе ВКонтакте, кстати, если вы не подписаны, то обязательно подпишитесь. Я сделала опрос, по каким дням вы хотите видеть видео-уроки. Большинство проголосовало за пятницу, поэтому в эту пятницу выйдет уже первый видео-урок в этом году. И, надеюсь, он вам понравится. Но вопрос у меня ко всем зрителям на YouTube-канале. В какое время вы хотите видеть видеоролики? То есть, они будут выходить по пятницам. И если вы хотите, например, чтобы они выходили в час дня, либо в 4 часа дня, либо вообще вечером, то напишите об этом в комментариях. Я все пожелания учту и среднее время выберу. И буду в это время выставлять видео, именно видео-уроки на канал по пятницам. Это вот прям будет железно. То есть, каждую пятницу вы смело можете открывать мой канал и рисовать вместе со мной. Дополнительные видео-уроки, такие как вопрос-ответ, либо просто какие-то покупки, либо еще что-то, связанное именно с творчеством, именно с моей жизнью творческой, тоже будут выходить на канале, но в такие разные дни, когда получится, когда будет вдохновение. То есть, это не будет влиять на выход видео-уроков. Видео-уроки будут железно по пятницам. А время вы напишите в комментариях, какое вам удобнее. Ну и последняя новость, о которой я хотела вам сегодня рассказать, это мое выступление на зимней конференции 9 февраля в 17.00. Будет открытый онлайн-урок со мной. Я буду показывать, как создавать картину маслом. Тема еще остается в секрете, но если вам интересно, если вам нравится со мной рисовать и вам мало моих 20-минутных роликов, то обязательно подписывайтесь, приходите на конференцию и смотрите мое выступление. Чтобы поучаствовать, чтобы подписаться, нужно будет пройти в описании под это видео и найти там ссылку на зимний интенсив. Я ее оставлю, вы по ней пройдете, зарегистрируетесь. И вам в день моего выступления на почту придет ссылка, по которой вы пройдете. Там будет комната, где будет окошко с видео со мной. И сбоку будет идти чат, где вы сможете задавать мне вопросы и отвечать на мои вопросы. То есть мы будем с вами общаться в реальном времени. Поэтому, если вам интересно, то проходите по ссылке, участвуйте. Также на этом зимнем интенсиве, на этой конференции выступаю не только я. Там будет очень много художников, известных и не очень. Они все поделятся с вами своими секретами мастерства. То есть практически каждый день вы будете, если захотите, будете участвовать и создавать новые работы с новым художником. Но мое выступление будет 9 февраля, поэтому обязательно приходите. Мне будет очень приятно увидеть именно зрителей моего канала на моем выступлении. Теперь давайте перейдем к следующей части видео. Я отвечу на вопросы. Вопросов накопилось много. Вчера я зашла в комментарии Ютуба. Все, что нашла, собрала, записала. Также вопросы в Инстаграм, вопросы ВКонтакте. То есть все собрала и постараюсь на все вопросы ответить. Потому что они часто повторяются. И, возможно, кто смотрит, тот найдет именно свой вопрос. Мне я на него сейчас отвечу. И так часто задают вообще общие вопросы. Сколько мне лет? Когда у меня день рождения? Где я живу? И все в этом роде. Отвечу на это все сразу. Меня зовут Дарья. Мне 25 лет. Живу в городе Кирове. Киров это Вятка. Это Кировская область. И никакой другой город Киров. Потому что я знаю, что он у нас не один. Также спрашивали, когда у меня день рождения. 7 февраля. Я по знаку Зодиака Водолей. Родилась я в год лошади. То есть вся такая информация. Не знаю, кому это интересно. Но раз вопросы есть, значит я отвечу. Мне скрывать нечего. Следующие вопросы пойдут на творческие темы, которые касаются именно моих видеоуроков и моего творчества. Часто меня спрашивают, на что я прикрепляю лист. Так вот, это планшет. Вот он так выглядит. Это у меня самый маленький планшет. У меня их всего два. Потому что я не увлекаюсь акварелью. Я не натягиваю бумаги до планшет. Поэтому мне они нужны только для того, чтобы прикрепить и на нем рисовать. Выглядит он сзади вот так. Его можно купить в любом художественном магазине. То есть это не просто фанерка, а именно планшет. На него я прикрепляю рисунок с помощью малярного скотча. Вот так вот он выглядит. Это обычный малярный скотч. Он бумажный. Вот такой. Он очень легко отрывается и не травмирует работу вашу, ваш рисунок, когда вы его отклеиваете. Часто вы видите, что я клею и обычным скотчем работы. Но прежде чем наклеить обычный скотч, я его обычно приклеиваю к столу, отрываю, а потом уже приклеиваю им работу, чтобы после отрыва скотч обычно не порвал рисунок. Но лучше всего использовать бумажный скотч, чтобы перестраховаться. Очень часто меня спрашивают про палитру. Что я использую в качестве палитры. В качестве палитры я использую вот такую вот картонку. Это бывший альбом. То есть вот вы видите, даже здесь написано альбом, картонка. То есть у меня, когда заканчивается такой альбом, я его закрываю и заматываю пищевой пленкой. И это и служит моей палитрой. Очень удобно именно для видеоуроков, потому что я всегда стараюсь смешивать краски именно на белой поверхности, чтобы вы точно видели, какой цвет у меня получается. И отвечу на следующий вопрос по поводу палитр в акварели. Многие со мной спорят и говорят, что я неправильно делаю, что смешиваю акварель на бумаге, а надо делать это на пластиковой палитре. На самом деле это не так. Акварель, особенно для новичков, освоить сложно. И поэтому рекомендуют смешивать на бумаге, на белой бумаге, именно на той бумаге, которую вы рисуете. Потому что акварель сложная краска. Я про это уже рассказывала в видео про акварель. Поищите, посмотрите, что если я буду смешивать на пластиковой палитре, вы просто не увидите, какой оттенок у меня получился. А на бумаге акварель раскрывается. И вам проще намешать тот же оттенок, который я использую в видеоуроке. Все очень просто. Следующие вопросы касаются моего канала. Часто мне начали писать по поводу раскрутки канала, как мне удалось раскрутить канал. Во-первых, я считаю, что я не раскручиваю канал, потому что я не покупаю нигде рекламу. Вообще просто снимаю видеоуроки, просто веду группу ВКонтакте, тоже ее нигде не рекламирую. Делюсь своими работами в Инстаграме. Тоже я не занимаюсь рекламой, я не знаю, как это делать. У меня просто на это нет времени. Потому что YouTube канал это мое хобби. В основное время я занимаюсь заказами. То есть я рисую под заказ, я учу людей на платной основе рисовать. То есть у меня группы по 100 человек доходит. Ну да, перед Новым годом у меня было где-то около более 100 человек учеников. На разных группах, на разных курсах мы писали разные картины. И на самом деле YouTube канал это мое хобби. И просто как поддержка моих учеников, чтобы во время того, как мы отдыхаем, они могли рисовать и бесплатные уроки. Потому что не у всех есть возможность всегда взять платный урок. Поэтому я с большой любовью делаю эти видео уроки для всех вас. Следующий вопрос по поводу того, как я монтирую видео и где я монтирую видео. До этого я монтировала видео в Sony Vegas. И до этого у меня был обычный простенький ноутбук. Sony Vegas я просто скачала. Ввела в поисковике, как скачать Sony Vegas бесплатно. Мне выдала кучу ссылок. Я его скачала и в Sony Vegas монтировала. Как научилась, просто ввела в YouTube, как монтировать видео в Sony Vegas. Сейчас же у меня поменялся компьютер. Вы видите, что у меня здесь в рабочем месте появился компьютерный стол и компьютер. Потому что видео уроков я монтирую много. И не только бесплатные, но и платные уроки я тоже делаю более подробные. Поэтому нужен был компьютер. Я на него накопила, купила. И сейчас у меня Mac. Поэтому все программы я покупаю. То есть сейчас я монтирую в Adobe Premiere. И как скачать бесплатно для Mac, я не знаю. Потому что я даже этим и не занималась. Просто купила программу и в ней монтирую с удовольствием. Далее тоже очень интересный вопрос. Часто встречается, где я беру идеи для видео уроков. Срисовываю я или не срисовываю. Для многих это очень важно. Сразу скажу, что идеи для видео уроков даете мне вы, зрители и мои ученики. В группе ВКонтакте, опять же про нее повторяюсь, есть тема с обсуждениями. Там именно идеи к видео урокам. Выбираю я именно из этого обсуждения. То есть когда я хочу снять видео урок, я захожу в ВКонтакте, в обсуждение и смотрю ваши идеи. Какая мне идея нравится, то я и воплощаю. Всегда под видео уроком. Если я взяла чью-то идею, я обязательно напишу, чью я идею взяла. И также там оставляю ссылку на группу ВКонтакте, чтобы вы могли подписаться. И также оставлять свои идеи для видео. Всем привет! Следующий вопрос мне показался очень интересным. Я поэтому включила в это видео. Спрашивают, можно ли растушевывать пастель с салфеткой, не хочется пачкать руки. Про пастель у меня тоже есть отдельное видео. Обязательно посмотрите, если вы еще не видели. Насчет растушевки салфеткой. Растушевывать салфеткой нельзя, потому что салфетка впитает в себя большую часть пастели. Ее вообще сотрет с листа. Поэтому пастель растушевываем только пальчиком. Если вам не хочется пачкать руки, просто пастель не ваш материал. Приглядитесь к другим материалам. Их очень много. И с удовольствием рисуйте их. Следующий вопрос. Где можно посмотреть мои работы? Мои работы можно посмотреть в Инстаграме, ВКонтакте. ВКонтакте хэштеги, рисуюсь Дериарт, Дериарт, Скул Дериарт. То есть по всем этим хэштегам я всегда просматриваю ваши работы в Инстаграме и ставлю лайки. Потому что этим Инстаграм мне просто безумно нравится, что я могу по хэштегам просмотреть все ваши работы и пролайкать их. Чтобы вы понимали, что для меня это очень важно. И я просто обожаю этим заниматься, смотреть на ваши работы, чтобы получается у вас именно по моим видеоблогам. Просто супер. Далее тоже вопрос про пастель. Про обычную бумагу, про крафт бумагу и вообще чем можно заменить пастельную бумагу. Пастельную бумагу можно заменить либо бархатной бумагой, либо наждачкой очень-очень мелкой. На обычной бумаге, но можно еще на акварельной бумаге. Многие рисуют и мне говорят, что получается неплохо. Я же предпочитаю только пастельную бумагу, потому что на акварельную, на даже дешевую пастельную бумагу, на обычную бумагу, на крафт бумагу пастель ложится плохо. Это именно на мой взгляд и на мой вкус именно в живописи пастельной. Поэтому здесь можно только пробовать. То есть вы возьмите и попробуйте, и вы почувствуете. Нравится вам этот материал или не нравится. Мне нравится бумага пастельная только Кэнсом, но другой бумаги я рисовать просто не могу, потому что получается не то, что я хочу увидеть в итоге. Поэтому пробуйте, рисуйте и тоже делитесь в комментариях любимой пастельной бумагой. Следующий вопрос тоже про бумагу и про акрил. Спрашивают, на чем рисовать акрилом. Акрилом можно рисовать на любой поверхности. Я рисую на бумаге ГОСТ. Обычная бумага Ватман отлично подходит для акрила. Но когда я рисую заказы, например, шаржи акрила на бумаге, то я беру плотную бумагу пастельную на 300 грамм, то есть очень плотную, и на ней рисую, потому что чем плотнее бумага, тем лучше на нее ложится акрил. Это лично из моего опыта. Но для видео уроков, для каких-то небольших картин я беру обычную ГОСТ бумагу Ватман для черчения. Отлично подойдет. Главное, чтобы она была плотная. Следующий вопрос про дерево и чем рисовать на дереве. На дереве обычно рисуют гуашью, потому что гуашь лучше ложится на дерево. Дерево перед этим, например, если у вас матрешка, то шкурится, чтобы была гладкая поверхность, потом грунтуется клеем ПВА обычным, и потом уже расписывается гуашью. Можно также расписывать и акрилом, то есть здесь нужно посмотреть, что вам понравится больше, потому что кому-то приятнее работать акрилом, а кому-то гуашью. Для меня же на дереве лучше ложиться гуашью. Поэтому на дереве я рисую гуашью. И после того, как вы нарисовали изображение, его нужно покрыть лаком. Лаком воды нерастворимым лучше взять домарный лак, потому что акриловый лак не подойдет, он растворяется водой. Следующий вопрос. Отличие цинковых белил от титановых белил. Ответ очень прост. Цинковые белила, они лессировочные, то есть они прозрачные. Титановые белила более плотные. Также титановые белила, они холодного подтона, цинковые белила, они теплого подтона, поэтому здесь выбираете уже в соответствии с вашей работой и используете нужные вам белила. Я беру всегда титановые, потому что они действительно плотные. И в живописи гуашью, акрилом мне больше нравятся титановые белила. В масляной живописи у меня есть и цинковые, и титановые белила, потому что вот этот разный подтон, особенно в масляных красках, очень заметен. Следующий вопрос про кисти. Какими кисточками пользуюсь я? На данный момент мои самые любимые кисточки это кисти рублев. Так вот выглядит мой ходовой набор. То есть это основной набор, который я использую всегда. Сейчас я вам не показываю все кисти, которые у меня есть. На самом деле их у меня очень много. Но вот это вот мои любимые, которые я использую постоянно в своих видеоуроках. Две плоские, номер 14 и 4. То есть вы всегда меряете по пальцу. То есть вот у меня кисточка с указательный палец и половинка указательного пальца. То есть большая и средняя. Для работ на четвертом формате, либо третьем, этих кисточек за глаза. То есть больше кисточек убрать не нужно. Следующие кисточки у меня круглые. Они у меня для мелкой прорисовки. Это 3, 2 и 1. Тоже синтетика, мягкая синтетика, подходит отлично именно для акрила, для гуаши. Это вот мои любимые кисточки. Тоже смотрите, почему 3, 2 и 1. Потому что вот я люблю очень мелкую прорисовку. И мои работы, особенно которые я рисую для себя, они очень детально проработаны. В отличие от видеоуроков. Я на них трачу огромное количество времени. Поэтому мне нужны вот эти вот маленькие кисточки для детальной проработки. Ну и последняя кисточка, которая у меня есть. Это скошенная кисть, плоская, номер 2. Тоже для детальной проработки каких-то волн и вообще каких-то элементов росписи. То есть эта кисточка мне тоже нужна. Но если вы не занимаетесь росписью и не увлекаетесь гипер детальной проработкой, то такую кисточку можно и не брать. Также у меня есть беличьи кисти, круглая белка номер 6 и номер 3. Я их использую редко, потому что для акварели я тоже использую эту же мягкую синтетику. Отлично подходит. И также вопрос был про то, как вымыть кисти, промыть кисти. То есть до конца кисти не промываются. Что делать? Но тут я вам уже говорила в видео про кистях. То, что выбирайте для каждого материала свои кисточки. То есть вот этот набор у меня для акрила, для гуаши и для акварели. Поэтому мне легко их отмыть, потому что пигмент от гуаши, акрила и акварели очень похож. Просто в акрил и гуашь добавлены дополнительные ингредиенты, так сказать. Поэтому материалы чуть-чуть схожи и удобно писать одними кисточками. Лично на мой вкус вы можете все разделить. Для масла же у меня кисти это отдельная история. В отдельной баночке стоят. И я их не мою. Вообще они у меня стоят в растительном масле. И перед каждым сеансом я их просто протираю. Кстати, кисти там точно такие же по номерам. То есть у меня дублируется этот набор. Единственное, там еще добавлена кисть скошенная номер 8. Плоская. Тоже для каких-то деталей проработки. Мне удобна именно скошенная кисть. Но в основном набор у меня вот такой. То есть две плоские, остальные круглые. И с удовольствием рисую данными кистями. И все кисточки, которые я использую для акрила, гуаши и акварели, я мою средством для мытья посуды. Отлично промывают кисточки. У меня таких проблем нет. Конечно, все зависит еще от кистей, которыми вы пользуетесь. То есть от качества кистей. В констоварах я кисти беру только для каких-то жестких работ, тычков, растушевок. То есть эти кисточки, которые портятся от механического воздействия. А для плавной работы, детальной проработки я беру хорошие кисточки. Потому что они служат долго, а дешевые кисточки все-таки очень быстро приходят в негодность. И их я не очень люблю использовать. Также спрашивают о отличие масляной краски от гуаши. Чем проще рисовать? Конечно же, проще гуаши, потому что масляная краска требует терпения и навыка. То есть надо потренироваться. Но когда вы освоите масляную краску, вам покажется, что ей рисовать очень просто. Поэтому здесь просто делать тренировки. Но техника проще, конечно же, гуаши. Потому что все-таки масляные краски по сырому писать очень сложно. Каждый слой хочется просушить. Лучше писать под малевком. Поэтому для масляных работ требуется больше времени. И приходится растягивать сеансы для того, чтобы слои просыхали. Гуаши же такого нет. Краска сразу высыхает и вы продолжаете работать. Следующий вопрос тоже относится к кисточкам. Разница между мягкой синтетикой, синтетикой под щекину. Синтетика под щекину сделана под щекину. Она такая же жесткая, как щетина. Если, например, вы возьмете в магазине просто щетину, хорошую кисточку и синтетику под щекину, то увидите, что они практически похожи. И по упругости борс похож. Но, конечно же, синтетика под щекину смотрится более аккуратно. И поэтому мне такие кисти нравятся. Я их использую в масляной живописи. Эти кисточки используются для того, чтобы оставалась текстура мазка. То есть, если вы берете жесткую кисть, у вас получается жесткий мазок. Если вы берете мягкую кисть, у вас получается мягкий мазок. И если вы хотите, чтобы ваша работа была гладкая, как попка младенца, то нужно брать именно мягкие кисточки. Синтетика под щетину, она жесткая. Синтетика мягкая, она мягкая. Поэтому здесь нужно просто кисточку потрогать и понять, для каких целей вам эта кисть нужна. И часто задаются вопросы про масло. Такие кисти для масла, чем разбавлять масляные краски. Очень много вопросов. Поэтому по маслу я сниму в ближайшем времени отдельное видео. И если у вас есть что спросить именно по поводу масляных красок, что вы хотите, чтобы я раскрыла в этом видео, то обязательно напишите в комментариях. Ну и следующий вопрос. Я опять относится к моей группе ВКонтакте. Очень часто меня спрашивают, как выставить свои работы на стену в группе ВКонтакте. Дэри Арт рисовать может каждый. И почему нет моей новости на стене? Почему вы не опубликовали мою новость? Почему нет ее? Я вот уже выставила целый час, прошла, а вы не опубликовали. Как так? Отвечу на все по порядку. Для того, чтобы предложить новость, надо просто зайти в группу, на нее подписаться, нажать кнопочку на стене «Предложить новость», прикрепить там свои фотографии, что-то написать и предложить. Опубликовываю я только работы, которые выполнены по моим видеоурокам, потому что эта группа посвящена именно моему каналу на YouTube. Если вы хотите просто поделиться своим творчеством, то в группе существует специальный альбом, для этого вы можете зайти и поделиться вашими работами. А на стене я опубликовываю только работы, которые сделаны по моим видеоурокам. Ну и, конечно же, именно вашей рукой, потому что многие пытаются меня обмануть и прикрепляют мои же фотографии и подписывают, что это их работы. Но свои работы я всегда узнаю, поэтому обманывайте. Хорошо, поэтому вашей новости нет из меня. Также в этой группе нет администратора. Я ее веду сама, так как у меня график такой, я бы не сказала, что прям свободный. У меня не всегда есть время зайти в группу и опубликовать новость. Поэтому там в очереди очень много работ, красивых ваших работ, которые я постепенно по очереди опубликовываю. Поэтому может так случиться, что вы предложите свои новости, я опубликую ее только через три дня. Поэтому не обижайтесь на меня, продолжайте делиться своими работами в группе ВКонтакте именно по моим видеоурокам. И я обязательно эту новость размещу на стене. И на этом все. Я ответила на все вопросы, которые я собрала. Понимаю, что видео получилось очень долгим. И если вы досмотрели до конца, то огромное вам спасибо. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Если у вас есть вопросы, которые я не озвучила, то обязательно напишите в комментариях к этому видео. В следующем видео по вопросам обязательно на все отвечу. Еще раз большое спасибо вам за внимание. Еще раз поздравляю вас с наступившим Новым Годом. Помните, что рисовать может каждый. Пока-пока.